Здравствуйте, уважаемые аудиолюбители! Ну что сказать... Возвращение в прошлое S90 Испытываю невольное волнение как после встречи с добрым старым другом который с годами стал еще лучше В последний раз с акустикой S90 я общался в далеких в конце 80-х годов Сейчас, конечно, это не те S90 Это модификация той удачной модели Это последняя модификация 2016 года, которая приурочена к юбилею компании к 30-летнему юбилею компании Alex За эти 30 лет было много разных модификаций S90, это самая последняя модификация Называется она Легенд, также S90 юбилейная Вот, почитаешь интернет Грустно становится Все-таки неблагодарна память человеческая Целое поколение Может быть даже не одно поколение выросло на тех акустических системах S90 Питало музыку через прослушивание этих акустических систем Полюбило музыку В интернете как только не ругают сейчас S90 Я скажу сразу Мне акустические системы Несмотря на то что там пишут в интернете Мне эти акустические системы понравились То есть Акустика незаурядная Заявляю это с полным основанием Как и каждая незаурядная классная акустика Она конечно требует к себе достойного внимания подхода подбора компонентов надлежащих которые могут раскрыть ее потенциалы Те же негативные высказывания по поводу этой акустики сделаны там кто-то что-то сказал где-то кто-то что-то слышал или сам слушал да может быть не расслышал Ну это знаете вот такое впечатление что такие беглые высказывания Ну да ладно не об этом Бог судя этим людям указывал свое мнение не собирается же спорить полемику вступать по этому поводу выражу свое мнение то есть вот эти акустические системы они непростые с ними что называется надо пожить чтобы почувствовать их шар их обаяние скажу вот сразу после первого включения а это был недорогой усилитель Ямаха 301 был недорогой усилитель Дэнн также 520 первое впечатление как бы ну скажу сразу был привкус ретро но вот какого-то очарования не почувствовал и только потом уже в дальнейшем когда попробовал разные усилители когда вот вник в этот звук вот тут конечно уже вот этот звук скажем так ну начал нравиться по-настоящему начал нравиться с каждым разом все больше вот опять же вот по поводу звучания вот вы знаете вот сейчас я уже конечно привык уже к звучанию современной акустики конечно в современной акустике есть достоинства и большие достоинства у него зачастую современная акустика она звучит очень информативно по-хорошему вот есть в звучании определенная такая прохладность такая что ли такая изысканная холодность такая аналитичное звучание не скрою это подкупает при прослушивании особенно цифровых фонограм это имеет свои плюсы когда это все настроено грамотно правильно и вот так ни странно переход от звучания многих современных акустических систем к звуку вот этих акустических систем он требовал определенного периода адаптации то есть как ни странно вот тот старый звук старый добрый звук тоже подзабыт и вот когда вот эта адаптация наступила я понял что никуда от того звука не деться вот вернулась к нему слуховая память и отказаться сейчас от него и вновь его забыть будет очень трудно и так по поводу компании алекс разработчик этих акустических систем русский инженер Александр Ян Белярский хочу выразить благодарность Александру Яну Белярскому русскому инженеру за то что он остался верен этим акустическим системам не забыл их наряду с теми с другими акустическими системами которыми он производит на сегодняшний день эта модель не забыта она все более модернизируется становится все лучше и лучше кстати говоря прототип первых С-90 он тоже был создан при активном участии тогда еще юного инженера Яна Белярского в соавторстве с инженером Владимиром Цудецкисом по-моему если мне память не изменяет тогда эти акустические системы они были созданы в 80-х годах они выпускались на заводе радиотехника в Латвии в 87-м году когда у нас перестройка все начало меняться Александр Ян Белявский он как бы вот эти вот свои акустические системы С-90 он не бросил их не оставил то есть он основал свой бренд Алекс и вот уже под этим брендом стал выпускать акустические системы которые значит периодически претерпевали модификацию то есть корпуса были различались конечно размеры были примерно одинаковые но конечно дизайн несколько отличался вот скажу за дизайн значит вот в 90-х годах дизайн приобрел такую некую хай-тековость от которой слава Богу в данный момент Ян Белявский отказался вот скажу даже больше вот эти вот акустические системы в плане ретро они более ретро чем даже ихние прототипы 80-х годов ну теперь поподробнее немножко по поводу этих акустических систем акустические системы С-90 были очень популярны в Советском Союзе мнение что других то и не было но оно не совсем верно советская промышленность имела немало предприятий которые выпускали разные акустические системы полостные напольные были веги орбиты корбеты еще там сейчас еще не помню вот эти акустические системы ну в смысле прототип этих акустических систем С-90 они занимали твердое второе место по популярности в Советском Союзе наверное не ошибусь а на первом месте стояли датские перлесы но они и стоили дороже и так эти акустические системы как я сказал они выпущены к юбилею компании АЛЕКС это последняя разработка легенда С-90 юбилей значит корпус классический корпус широкая передняя панель ширина передней панели 330 миллиметров глубина 300 миллиметров высота 740 миллиметров корпус сделан из очень качественной МДФ МДФ здесь проклеено в несколько слоев покрыт корпус качественным шпоном корпус очень глухой инертный акустический то есть я слушал эти акустические системы на достаточно больших уровнях громкости какой-то отсебятины призвуков корпусных совершенно не почувствовал трехполосная акустическая система акустическое оформление фазинвертор по поводу акустического оформления фазинвертор ну наверное не открою америки если скажу что фазинвертор это компромиссное решение в борьбе за бас как и многие компромиссные решения имеют плюсы и минусы плюсы тем более жирнее чем более грамотно сконструирован и рассчитан фазинвертор здесь вот минусов фазинвертора я не почувствовал более того скажу вот сам как тяготею в конструкции закрытый ящик как-то очень слышу я почему-то недостатки фазинвертора зачастую и возникает желание заткнуть эти порты превратить корпус в поля закрытый ящик с этими акустическими системами такого желания не возникало вовсе значит канал фазинвертора он мягкий очень мягкий то есть поглощает выравниваем все призвуки турбулентности турбулентности воздушного потока динамики низкочастотный динамик диаметром 250 миллиметров сделан из натуральной целлюлозы подвес классический резиновый я не скажу что подвес очень мягкий тем не менее чувствительно заявлено на эти акустические системы весьма неплохая 91 дБ ну конечно же скажу что акустические системы требуют времени переработки все таки резиновый подвес не очень мягкий он требует достаточного времени переработки значит литые корзины очень качественные тяжелые магниты высокочастотный динамик диаметром 30 миллиметров помещен в таком небольшом рупорном обрамлении это купол шелк с покрытием из каучука среднечастотный динамик это чисто инновационный динамик он состоит из двух диффузоров то есть образно говоря условно говоря основной большой по площади диффузора среднечастотника и в центре дополнительный среднечастотник вот значит что дает такая конструкция ну я вот выскажу свое мнение по крайней мере что в теории дает такая конструкция может быть конечно Ян Геляшки не согласится с моим мнением но как бы он разработчик ему виднее но мне кажется применение именно дополнительного среднечастотного конусного легкого диффузора она расширяет границу средних частот вверх границу этого динамика среднечастотного вверх расширяет мало того значит значит выравнивает амплитудно-частотную характеристику значит на стыках меньше провалов фазовых искажений на стыках кроссовера амплитудно-частотная характеристика ему имеет более ровную характеристику ровные параметры значит мало того что значит вот такой вот среднечастотник у которого граница воспроизводимых частот расширена он более верно более целостно подает звуковой образ значит более плотный звуковой поток больше обертонов то есть у нас при такой конструкции динамика сочли возможным поднять частоту кроссовера между средней частотным динамиком и высокочастотным динамиком в области 8 кГц то есть обычно частота кроссовера она попадает в область 2,5 кГц 3 кГц 4 кГц то есть это область диапазона наиболее чувствительного для человеческого слуха то есть вот эта область 1 кГц 5 кГц она наиболее чувствительна для человеческого слуха и вот здесь техническое решение применено очень грамотно по крайней мере по практике то есть кроссовер частота раздела она вытеснется за пределы этого диапазона до 8 кГц на задней панели мы видим тару очень качественных две очень качественные клеммы то есть режим биваринг здесь игнорируется я наиболее посчитал что его кроссовер сконструирован грамотно достаточно оптимально то есть акустика не нуждается в биваринге в биваринге кроссоверы здесь применяются простые первого порядка хорошие комплектующие также внутри применяется фирменный провод компаний Alex навесной монтаж в кроссоверах применяется работа ручная используется во многом при производстве этих акустических систем на задней панели видим наклейка с приведенными характеристиками и даже приведена амплитудно-частотная характеристика этих акустических систем в каждой паре присвоен индивидуальный номер надпись ручная сборка сделана в России характеристики здесь сопротивление указано 6 Омп в некоторых публикациях еще бывает 4-8 Омп долговременная мощность 100 Ватт пиковое кратковременное 250 Ватт чувствительность 91 ДБ частота 18-28 тысяч герц теперь о недостатках то есть то что нет защитного гриля это конечно я считаю все таки недостатком не совсем понятно почему я брилляшки неужели это вот так дорого иметь все таки защитный гриль съемный цена то есть да первая мысль что на акустические системы которые сделаны в России хотелось бы чтобы цена была поменьше все таки цена этих акустических систем 150 тысяч рублей ну это первое такое мнение ну а давайте все таки получше подумаем вот много ли акустических систем современных акустических систем в этой ценовой ниши 150 тысяч рублей которые бы имели динамики такие большие а главное такие классные динамики классные корпуса тяжелые покрытые шпоном то есть как бы вот учитывая все таки тот музыкальный потенциал которым обладают эти акустические системы конечно этих денег они стоят вот по поводу звучания то есть да вот как бы к этому звуку надо его раскрыть эти акустические системы хоть в рекламном буклете и указано что с этими акустическими системами сработается любой усилитель ну играть то он будет конечно но с разными усилителями все таки по разному вот я подключал к ним как бы недорогие yamaha marans denom звук скажем так не разочаровывал как бы вот да вызывал как бы привкус ретро вот хотя как бы особого восторга вот не вызывал хотя некоторые записи играли очень даже вроде бы неплохо вот когда уже системы разогрелись когда все таки вот как-то вот нашел подход так сказать вот и с усилителем над 375 они заиграли значительно интереснее значительно интереснее скажу даже вот больше уже переход именно от этого звука когда я привык к нему уже переход к звуку современных систем ну честно требовала конечно так же адаптации и немножко вот даже где-то разочаровывал звук новых акустических систем то есть вот этот звук слава богу он жив никуда он не делся и вот сейчас вот он напомнил о себе я думаю не забудется то есть эти акустические системы повторяю они действительно наделены особым шармом который просто надо раскрыть надо просто подойти к ним творчески не надо вот что называется делать сразу поспешных заключений по поводу этих акустических систем то есть я вот высказываю свое мнение не подумайте пожалуйста что я ангажированный там или что вот эти акустические системы свалились нам за бесплатно что только красиво про них расскажите нет ничего этого нет то есть я высказал свое честное да субъективное мнение еще скажу что к этим акустическим системам прилагаются подставки они отдельно прилагаются но вот использование этих подставок считаю крайне необходимым потому что подставки поднимают на необходимую высоту эти акустические системы то есть на такой высоте бас и вообще в целом звуковой образ наиболее выигрывает если поднять повыше эти акустические системы то бас становится несколько легковесным Вообще музыкальный звук становится несколько легковесным, и тональный баланс высветляется. Если акустические системы поставить просто на пол, бас также становится немножко бесформенным, появляется гулкость. А вот эти вот подставки, они делают звук именно то, что надо. Тем более, подставки они достаточно тяжелые, и чисто внешне акустические системы выниверуют на этих подставках. Но, к сожалению, сейчас этих подставок у нас в наличии нет. Мы их заказали, они сейчас в дороге. Ну, примерно так вот про эти акустические системы. Спасибо за внимание.